Битва за урожай, новая техника для аграриев и хороший доход от экспорта продовольствия. Согласитесь, все это возможно разве что в мирное время, когда в стране неспокойно, а тут уж не до технологий. Это хорошо демонстрирует современная геополитическая обстановка. И за примерами далеко ходить не нужно, буквально у нашего порога. В некоторых регионах южных соседей, чтобы спокойно заполнить закрома продовольствием, приходится ждать хлебного перемирия. В Донбассе оно начало действовать буквально на днях. Словом, вопросы безопасности в современном мире выходят на первопланы. И для нашей страны это один из приоритетов. Мы часто слышим от иностранцев. В Минске спокойно, в Белоруссии красивые и ухоженные города. Но порой и сами не задумываемся о ценности этой мирной жизни. И потому важно помнить уроки 75-летней давности. И потому так важно, чтобы их усвоило новое поколение. Ведь безопасность – дело каждого из нас. И речь о том, чтобы беречь спокойствие своей семьи, близких и в целом страны. Родину должны защищать все. Это слова нашего президента накануне Дня независимости Беларуси. Служба в армии – дело каждого уважающего себя мужчины. Плюс это дисциплина, возможность освоить новую профессию и друзья на всю жизнь. А вот звание уклониста уж точно не повод для гордости. Сегодня подписан новый закон по вопросам службы в армии. Он вступит в силу через 10 дней. Теперь исполнение воинского долга – залог, льгот при поступлении. И один из важнейших критериев, чтобы устроиться на госслужбу. Изменения коснулись условия для продолжения образования. Водится принцип одноразовости предоставления отсрочки. В то же время сохранены все отсрочки по состоянию здоровья, семейному положению и другие, предоставляемые ранее. К слову, на сегодняшний день таких критериев 76. Это самое большое количество на постсоветском пространстве. Какие новые правила следует знать 18-летним белорусам? Как армейская служба проходит в разных странах мира? И почему необходимость обновления закона назрела? Расскажет наш политический обозреватель, сержант запаса Алексей Волков. Войны не будет, но борьба за мир камня на камне не оставит. Эту грустную шутку времен холодной войны нет-нет, да и вспомнишь, глядя на списки учений оборонительного блока НАТО, которые приходят чаще, чем зарплата на карточку. И что характерно, тренируя защиту за океанских интересов в Центральной и Восточной Европе, учения свои Альянс проводит под сплошь миролюбивыми именами. То трезубец, то дракон, то удар сабли. В сумме это десятки тысяч солдат с розой ветров на шевронах. В Польше, Литве, Латвии, Эстонии. Променяв часть суверенитета на безопасность, соседи добились иного эффекта. Да, открытого конфликта не хочет никто, но бесконечное чувство войны витает в Прибалтийском регионе последние годы. Беларусь заигрываться в геополитику не намерена, даже в военной доктрине прописано. У нас нет вероятных противников. Ну только что, разве партнеры ради мира у ворот? Каждый молодой человек, он должен понять, что подходя к определенному возрасту, он уже должен себя ощущать не ребенком, а, наверное, становлением будущего мужчины. А для того, чтобы стать действительно настоящим мужчином, надо, наверное, пройти и какие-то другие испытания в жизни, либо условия, либо приобрести другие навыки. Например, навык защищать родину, получать военную учетную специальность. И хотя НАТО выделило всем прибалтийским сестрам по штабам и солдатам, та же Литва вернула призыв в армию. Эстония тоже, Норвегия, Швеция, Дания. В размышлениях Франция и Германия. Как ни крути, а в армии важен баланс между профессиональными военными, контрактниками и рядовыми, но непростыми солдатами срочной службы. Беларусь на законодательных качелях не каталась. С 91-го года у нас была своя армия. Щит, который после распада Союза собирали по частям. Щит, который нельзя опускать. Даже и тем более в мирное время. Знаете, можно не защищать свою страну. Можно обратиться в НАТО, в Североатлантические блоки, попросить их. Если мы сильно попросим, они нам пообещают. И те, которые пописывают в интернете, они с удовольствием бы это приняли. Вы хотите этого варианта, а я нет. Есть другой вариант, он нам ближе. Мы недавно в таком варианте существовали. Братская, родная нам Россия. Мы можем вступить в состав России и попросить их, чтобы они нас защищали. Ядерный зонтик, гиперзвуковое оружие и прочее, прочее. Можем попросить и договориться. Я думаю, ну, по крайней мере, на первых порах для нашего поколения хватит. Ладно, там дети сами пусть разбираются потом. Будут защищать нас. Вы хотите в состав России, чтобы она нас защитила? Нет. И я не хочу. Тогда остается третий вариант. Сами будем защищать себя. И те, кто пописывают, так и размышляют. Я только думаю, что не они будут с ружьем ходить от Бреста до Смоленска. Не они будут на бронетехнике и самолетах летать, защищая нашу страну. А те, которые не могут поступить никуда и так далее и тому подобное. Вы хотите, чтобы было так? Я нет. После меня? Пожалуйста. Военное дело не такое простое, как может казаться. И в 21 веке больше в чистом поле батальон на батальон не воюют. Это показали и Сирия, и Украина. Гибридная война. А еще все чаще и кибер-угрозы. Все это часть нашего мира сегодня. И сказать просто «прощай, оружие» точно не выйдет. Я считаю, что все должны служить. Почему? Ваня служит, а Петя нет. И для ребят вот этого возраста, 18-20 лет, самое главное – это справедливость. Они могут все простить. Но вот несправедливость они не прощают. Для них это очень обидно. Международное положение довольно сложное. И, естественно, армия нам нужна. А если нужна армия, она должна быть боеспособной. Оттого и поправки в закон о воинской службе были необходимы. Дефицит призывников, вызванный демографической ямой 90-х, отсрочки по образованию, они ведь остаются. Когда каждый считает, что пускай служат другие, другие заканчиваются. И необходимо понимать, что армия, пусть и в 21 веке, это вооруженные силы, которые обороняют не просто родину и государство, но в первую очередь своих родных, близких и любимых. Мы всегда говорили, и я это прошел сполна, имею право это сказать. Родину, отечество должны защищать всех. Все, особенно мужики. Мы обнаглели до такой степени, мы на женщин начали перекладывать и эту проблему. Мало того, что, как в спорте, две трети женщины завоевывают медали, одну треть мужики везде оправдываются. В Беларуси этого быть не должно. Женщина должна отвечать за свое, а мы должны обеспечивать семью и защищать родину и свою семью, и свою женщину. Хороший пример Арсений Щербик служит в армии на должности водителя. Параллельно с этим получает юридическое образование на заочном отделении. Что из перечисленного станет делом жизни, пока не знает, но уверен, что совмещать службу и учебу при желании может каждый. Два раза в год Арсений берет социальный оплачиваемый отпуск, чтобы сдать сессию. С самого раннего детства мне прививали любовь к армии и готовили к тому, что я пойду. И вот я в армии уже больше года, и я чувствую, что я становлюсь сильнее, и армия закаляет мой характер. Поэтому я считаю, что каждый молодой человек должен пройти такую школу жизни. Служба на 361-й базе охраны и обслуживания центральных органов военного управления для Арсения продлится два года. Интерес к получению специальности механик-водитель был давно. Поэтому куда пойдет служить, решил сразу же. И пока соседи ищут чужие танки в кустах, Беларусь открыто выстраивает оборонительную политику взвешенно и спокойно. Силы НАТО у границ – это в первую очередь геополитические шахматы, а не призыв к войне. Но и чтобы мат не получить, надо отвечать вдумчиво и защищать рубежи. Белорусской армии служить престижно. Это одна из лучших армий на постсоветском пространстве. Относительно небольшая, компактная, но очень высокотехнологичная, насыщенная современным оружием, средствами связи, боевого управления, отлично экипированная, с высоким моральным духом. Безопасность – точка, с которой идет опора государства. И это огромная статья расходов. Такие богатые страны, как Азербайджан и Казахстан, и не думают отменять призыв. Потому что только армия по контракту – это колоссальная нагрузка на бюджет. Но в этих восточных странах не облачиться в форму цвета хаки можно только по двум десяткам пунктов. В Беларуси же прописано 76 категорий граждан – наибольший показатель среди стран СНГ и дальнего зарубежья. Отсрочку могут получить как по образованию, так и по состоянию здоровья, семейным обстоятельствам и другим веским причинам. Выпускники системы профтехобразования, которые, допустим, пошли в армию, а потом решили поступать в ВУЗ, они тоже получат ряд преференций при поступлении, допустим, на заочное отделение, они смогут поступать вне конкурса, например. То есть мы предусматриваем эти нормы, мы в том числе внесли предложение на, допустим, жилищный кодекс Республики Беларусь о первоочередном предоставлении права предоставления общежития для обучающихся. По обновленному закону удается только одна отсрочка на образование. Почему так? Хороший пример из Грузии. Молодой человек окончил 4 ВУЗа, чтобы уклониться от армии. Как итог, деньги потеряло государство, да и сам он остался с четырьмя дипломами и одним, но пустым кошельком. Коснутся изменения и государственной службы, службы в органах по обеспечению национальной безопасности. Теперь закон ограничивает принятие граждан, которые не прошли воинскую службу, не имея на то законных оснований. Как правило, говоря о контрактной службе, в пример приводят США. Но Дом Храбрых и Земля Свободных тратит ежегодно сотни миллиардов долларов. У нас просто нет подобных ресурсов. К слову, и там воинская обязанность не отменена, а временно прекращена. Более того, все больше политиков говорят о возвращении призывной системы. Раньше мы знаем, как было, да, отсрочки предоставлялись, в принципе, для получения и образования, и для получения последующего образования, и второй ступени, и магистратура, и аспирантура. То на сегодняшний день, естественно, немножко мы подошли к этому вопросу системно. И решили, наверное, все-таки предоставлять отсрочку для получения образования, но принцип одноразовости соблюсти в этом вопросе. При всем при этом, не нарушая никаких конституционных прав граждан нашей страны. Также президент поручил правительству проработать комплекс мер, направленных на повышение престижа срочной службы. Речь идет о создании льготных условий для поступления в учреждения образования, предоставления мест в общежитиях, новых правил для приема на работу, а также включения срочной военной службы в страховой стаж. Не говоря уже о том, что служить в армии для мужчины – это историческая традиция. Да, проблемы в вооруженных силах есть. Да, служба – серьезное испытание. Но закалка характера, а тем более оттачивание пресловутой армейской смекалки, вреда уж точно не нанесет. Сержант запаса Алексей Волков, Евгений Горин, Юлия Гризун и Сергей Козлович. Агентство теленовостей. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова